Строительство детской поликлиники в Сарове – вопрос, который держат на контроле на всех уровнях власти. Отставание от сроков и последующий заморозка работ вызвали негативную реакцию со стороны горожан. Пожалуй, больше всего во всей этой ситуации саровчан возмущало, что старую поликлинику закрыли, не дождавшись постройки новой, и срыв сроков лишь добавил масла в огонь. Однако, как заверили представители ФМБА и клинической больницы номер 50, на то были веские причины. Здание на монастырской площади передавалось в рамках программы возвращения уникального памятника архитектуры Свято-Успенского монастыря в рамках большой программы. Поликлиника находилась не в хорошем состоянии. Во-первых, там требовала капитального ремонта эта поликлиника старая на проспекте Мира. Эта поликлиника была далеко от подъездных маршрутов. Тогда было принято решение провести капитальный ремонт в здании на Октябрьском проспекте и перевезти туда педиатрические участки. Объемы медицинской помощи не упали. С конца прошлого года по вопросу строительства проходили совещания на уровне полпредства и ФМБА. Наконец, дело сдвинулось с мертвой точки. Найден новый субподрядчик. Чтобы оценить состояние объекта, в наш город прибыла делегация из Федерального медико-биологического агентства. Представители ФМБА встретились с руководством администрации городской думы, ядерного центра и клинической больницы номер 50. Это знаковый для агентства объект, который находится лично под кураторством руководителя агентства Вероники Игоревны Скворцовой. Вероника Игоревна является членом попечительского совета по Дивеевскому кластеру. Соответственно, этот объект входит в одну из составной части и находится на контроле и по упредству по Приворскому федеральному округу и в рамках реконструкции Дивеевского монастыря. Напомним, после решения передачи старой поликлиники на мир и церкви начались проектные работы по новому зданию. В 2019 году заключили контракт на проведение строительно-монтажных работ. И в соответствии с первоначальным графиком объект должны были сдать в августе этого года. Но по ряду причин сроки сорвались. В этом виноваты и пандемии, из-за которой въезды нагородних в город запрещали, и экономические трудности, с которыми столкнулся субподрядчик. Из-за этого контракт с ним генподрядчик Расторг. Сейчас мы нашли полное понимание в рамках данного проекта. Первое. На уровне полупредства подписана очень детальная дорожная карта по возобновлению строительства данного объекта. Две контрольные точки. Первое. Это ввод объекта в эксплуатацию будет осуществлен в ноябре-декабре 2022 года. В декабре 2021 года мы планируем полностью возвести каркас здания. Сегодня заключен договор подряда на строительство. К работам на строительной площадке приступили 13 апреля. Рабочие расчищают территорию после зимы. Затем до 24 апреля специалисты должны провести техническую оценку конструкций, которые уже возвели ранее. И в зависимости от состояния присутствующего на стройплощадке объема выполненных работ, уже с 24 апреля у нас начинается полноценная работа по началу, по сути, строительства данной поликлиники. То есть стройплощадка к 24 апреля будет укомплектована всеми необходимыми временными строительными сооружениями. К этому сроку площадку полностью укомплектуют техникой, строительными материалами и рабочими. Строители будут работать две смены. Деньги на работу выделены в полном объеме. Причем, по прогнозам специалистов, отставание от графика не должно привести к увеличению финансирования.